Сегодня многие стремятся к здоровым принципам питания, формированию привычек, которые, как нам кажется, защитят от всех, даже самых страшных болезней. Так ли это? Поговорим с онкологом Сергеем Карипановым. Здравствуйте. Здравствуйте. Вчерашний день прошел под девизом или, так сказать, посвящен был дискуссиям о том, как бороться с раком. Какое место в этом вопросе занимает правильное питание? Ну, я бы сказал одно из важнейших. Если руководствоваться данными Всемирной организации здравоохранения на основе глобальной статистики, на первом месте стоят два фактора, резко опережая все остальные. Это питание и курение. Курение однозначно, вот они вместе занимают где-то процентов 80 всех онкологических заболеваний. Все остальное уже мелочи. И правильно, они уже в свою очередь пополам примерно делятся. Поэтому питание, конечно, безусловно, имеет колоссальное значение. А вот что такое правильное питание? Здесь сколько людей, пожалуй, столько и мнений. Вот вы со мной разговариваете, поэтому в моем представлении правильное питание – это как минимум половина пищи должно состоять из сырых растительных продуктов. Овощи, фрукты, травы и так далее. Наш организм – очень мудрая саморегулирующая система. И для того, чтобы она правильно работала, нужны неизмененные химические соединения, неизмененные нагреванием, кипячением и так далее. И вот они как раз в этих продуктах и имеются. И тогда иммунная система, ей есть с чем работать, есть с чем защищаться. Это вот очень важно. Ну и в принципе, общие принципы правильного питания все знают. Вот вареное на пару лучше, чем жареное, уксус лучше исключить острое. Вот таким вот образом. Вот даже у меня, извините, перебило много знакомых и молодых людей, которые из крайности в крайность, что ли, сначала питались жареным и пареным, а вот теперь перешли, как им кажется, на здоровое питание. Всевозможные кореньи употребляют, пророщенные зерна. Вот можно ли вот такой подход считать правильным питанием? Ну я считаю, чем разнообразнее питание, тем интереснее, тем лучше для организма. Организму нужно дать выбор веществ, самых разных веществ. Когда эти вещества в малых дозах и не переедать. Любой продукт в большом количестве, это уже излишнее количество даже нужных соединений. Поэтому всего понемножку, всё в меру, не переедать, и тогда организм то, что ему нужно, получит. Никто, никакой профессор, никакой компьютер не подскажет, что нужно и как организму. Ему дайте выбор, и он всё сделается. Для того, чтобы возникла опухоль, нужно, на мой взгляд, опухоль полиэкологична, причин много. И чтобы она возникла, нужно как минимум какой-то вредный фактор, очень серьёзный, и ослабление организма. Мы знаем людей, опять же, среди знакомых, которые правильно питались, занимались спортом, и, к сожалению, нет этих людей больше. Здесь и генетический фактор имеет значение, безусловно. Получается, по большому счёту, жизнь лотерея. Лотерея в том числе и в отношении онкологических заболеваний. Но, что я хочу сказать. Александр Фёдорович Лазарев, наш доктор медицинских наук, наш самый известный онколог, учёный, он разработал очень хорошую методику, и он объясняет, в общем-то, ситуацию, почему. Вот разработана методика, опросник, для шести локализаций на сегодняшний день, бронхолёгочные заболевания, желудочно-кишечного тракта, молочной железы, они занимают 95% всех опухолей, перекрывают, наиболее частые, так сказать. И для каждой опухоли свои факторы. Один фактор решающего значения не имеет. Даже если мама там болела онкологией, даже если человек курит, один фактор как таковой значения имеет мало. И для каждого, для заболеваний желудочно-кишечного тракта это одни факторы, для заболеваний рака простата это другие, совершенно другие факторы. Вознакомиться можно? Общедоступная информация? Доступная информация, доступная информация. Ну вот, к примеру, какие факторы рака молочной железы? К примеру, в нашем центре, но мы же рекламировать не можем сейчас наш центр. Вот, там сейчас мы как раз опробируем эту методику и работаем с населением. Работаем с населением. Да, это ноу-хау. Такого вообще, я боюсь, что в мире нет. На основе большой-большой-большой статистики, допустим, 30 вопросов, конкретно касающихся рака молочной железы, женщина опрашивается, и уже ясная совершенно картина. Грозит ей, какая степень риска. Если степень риска 5 баллов, она может успокоиться и 2 года жить, горя не знать. Если степень риска высокая, там, 40 баллов, то даже если у нее ничего не нашли, 90%, что у нее есть маленькая-маленькая опухоль. И уже легче, вот с группами риска легче уже работать. Ту же фитопрофилактику назначить, укрепить иммунитет, чтобы иммунитет крепче и лучше боролся. А когда применять начнут уже повсеместно? Сейчас это на стадии внедрения, вот эта методика. Ей заинтересовались и другие онкоцентры в других городах, заинтересовалась и Америка, в частности, и все это. Потому что это действительно очень интересный новый подход. Дело в том, что пока опухоли меньше сантиметра, она очень медленно растет, долго. И диагностировать ее трудно. А потом она начинает бурно развиваться. И вот когда ее захватываешь вот в этой стадии и начинаешь профилактические меры принимать, она, собственно говоря, тогда и можно справиться с заболеванием. Ну, Сергей Валерьевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. К сожалению, эфирное время закончилось. Будем здоровы. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Карипанов, барнаульский онколог. Субтитры создавал DimaTorzok